Здесь от 20-го числа там моего сына, тёща, едет сюда в Америку на время, там на отпуск. 20-го числа, вот сколько времени занимает пересылка внутри страны России? Допустим, если вот с Барнаула выслать в Оренбургскую область, сколько времени возьмёт? Неделя. Примерно, если, конечно, не праздники. А то было время такое заглушить, целый месяц где-то книги лежат. Ну, недели, 10 дней. Больше 10 дней, как правило, это не бывает. Вот ещё такой вопрос. Если вот сейчас я там, ну, я пока несколько книг у вас хотел бы взять. И вот, если, допустим, переслать вам деньги по Вестер Юнион. Да, хорошо, хорошо, можно. Да, просто будет, да? Да я только три дня назад в Америку, в Техас послал, там один дьякон попросил толкование Нового Завета, к истину православия послали. А вы его? Да. Но это не больше, не больше, как 150 долларов обойдётся. Если с пересылкой. А внутри страны сколько, допустим, вот в Оренбургскую область? Я вот хотел, какие книги вот спросить у вас? Ну, давайте, говорите. Симфония на неканонические Библии. Книги, книги. Книги, да. Три тома Новый Завет, вот с иллюстрациями, с толкованием. Да, так. Для слова Божия нет уст. Да. Уст. К истинному православию. К истинному православию. Вот это пока первоначально вот этот объём книг. Мне нужен точный адрес с индексом. Я вам по месседжу по скайпу пошлю сейчас. Я сейчас сыну позвонил, а он говорит, у меня телефон не принимает кириллицу. Только на английском, на латыни. Я сделаю адрес на русском языке и вам на скайп скину адрес. Хорошо. Я по скайпу отвечу вам, какая цена будет без пересылки. А? Без пересылки я отвечу, какая цена. Пересылка-то ещё надо узнать, сколько будет. А тут в Оренбург это не так и дорого будет. Оренбург, он от нас недалеко. У меня два как бы варианта. Если я опоздаю на 20 декабря к ней это слать, эти книги, то второй вариант в Москву. Тоже как бы есть два варианта. Но для меня лучший вариант, что вот сейчас вот в декабре. Тогда тут такое дело, надо рассчитать. Потому что если они задержатся, а ваши уедут, и книги будут лежать. Да, да, да. Это вариант. Но вот этот из Техаса позвонил, он Тишов, или как его фамилия, Дьяконта. Он всё это узнал, и мы прямо ему туда, в Америку, и послали. Ну, я тоже в курсе дела, как бы, в пересылке. Я просто знаю, что очень это дорого. Дорого это, да, конечно. Но от нас не зависит. Ну, я понимаю, я даже и не требую вас никаких требований. Я посылал полный комплект, это для библиотеки Сан-Франциско. Все книги 38. Это ужасно дорого. Дорого. Раза в два дороже стоимости книг. Ну, да, оно как-то тоже, хоть мы в Америке живём, но, в общем-то, доллары не растут на деревьях. Ну, да. Я был в Америке, и там библия одна продаётся, библия православная. В православном храме 100 долларов. 100 долларов. Да, у нас есть передвижные, как бы, продавцы литературы различной, и в том числе и библии в различных вариантах. Иногда они приезжают так по местам, то, конечно, литература дорогая. Мы как-то узнавали вопросы издательства здесь, вот, ну, связывались с типографиями различными. Мы один сборник стихотворений выпустили, одной украинской поэтессы. Не знаю, видно, нет? Видно. Гололоб. Светлана. Да. Вот. То, как бы, в курсе дела, ну, тоже недёшево, недёшево. Я думаю, что в России, на Украине, самое такое, как бы, дешёвое предложение. Я вот, что, Юрий, скажу вам, что причина-то какая? Долго боролись, это Валентин Распутин, о том, что вы убрали бумажный комбинат с берегов Байкала. Я слышал. А теперь Китай всё взял, туда закупают лес, теперь они выпускают бумагу, и теперь у нас бумага из Китая. Они теперь любую цену назначат. Почему? А ничего нету своего. Я, у меня написано стихи, уже всё, всё уже, книги готовые. У меня четыре тома стихов моих, по 800 страниц. Четыре тома. Каждая строчка отверху до низу с эпиграфом. Это 3467 стихотворений по 9 куплетов четырёхстрочных. Ну, я решил, ну, как всегда, по тысяче экземпляров. Пошёл и развернул оглоблю назад. По 2 миллиона. А у меня пенсия 5608 рублей. Чё спрашивают-то? Ясное дело, что если бы кто-то нашёлся, стихотворения, из них около 86 на музыку положено. Они не простые стихи. Каждая строчка бывает на... Это сколько? 9 куплетов, 9 и 4, 36 строчек и 36 указаний, откуда взята мысль из Библии. Из Библии. Кстати, Игнатий Тихонович, вот это стихотворение «Гордый дуб», да, на вершине там. Да. Это ваше стихотворение, да? Нет, это не моё. Это какая-то женщина написала. Это Литвинова, кажется, или что-то. Ага. Тут такое дело. Называется плагиат, когда чужое присваивают себе. А у меня наоборот. Приезжает священник и говорит, я вот стихотворение одно встретил. Я не знаю, вы слыхали его или нет. Ну, я говорю, давай, я люблю стихи. А где, я говорю, было газета «Радонеж», православная-то. И он считает стихотворение... Я гляжу, там есть мысли мои, но сильное стихотворение. Ну, не знаете, кто написал? Я говорю, нет, он показывает. Игнатий Латкин. То есть я от своих стихотворений отказываюсь. Они настолько выше моего уровня. Я просто поясняю. Я когда, ну, матросом был, я, ну, такое-то, последнее стихотворение, мы терпим кораблекрушение, он обледенел, корабль опрокидывается, мы с трудом спасаемся, все утонули. И я говорю, когда мой корабль опрокинет пущина, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я улег за собой. Вот все там кто что делает, а мы молимся, и руки с тоской касались Сиона. Вот. Ну, когда где-то прочитают в торопях-то, еще я признаю, а такие стихи, вот сейчас, Святая Русь. Когда была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино, война, война, вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, Оспу, островов. Все подгребли, в самом тайгу и в югу, и расплодили нехристей, воров. Кто хуже нас, сокровища земные, транжирит, жжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне Прибалтике, Татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть, облизываясь, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольцев запись, у нас отнять за счастье каждый рад. О, Боже, проповедников пришли. Служение Богу на родном, на русском, крещение духом, водное в крови, тернистый путь, стурок и очень узкий. Тогда, исполнив вверенные нам не мы, не Русь святая, а герои веры, в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы ехимеры. Это поется, там нападает, но постепенно утихает. Совсем обман, никакой святой России не было, был грех, не знание Евангелия. Я пишу только то, что вот так вот колотится, нельзя не сказать, я не поэт. Я называю так, все книги называются проповеди в стихах. Это не стихи. Я так посмотрел, да. Да. Сихотворение, покаяние, жду. Это ваше стихотворение? Я не знаю, надо спросить. А вы недавно его цитировали. Может быть, понимаете, я вот книгу увидел, называется «В объятиях семиглавого змея». Авторство не показывает, но по всем признакам настолько похоже, что из моего все взято. Они иногда, просто я им не нужен, они меня презирают. Но самое главное препятствие для моих книг, стихотворение «Я». Когда меня не будет, обстановка сразу изменится. Они, главное, не могут ничего. 38 книг, это не две книги. В каждой епархии есть сенсорские отделы, патриархия. Они зубами скрипят, они ничего не могут сделать. Ну, вызовите меня, говорю. 14 лет книги в эфире, распространяются от океана до океана, в Америке, в Австралии, там, в Англии, везде книги есть. Я их развозил и отсылал. Ну, дайте мне обвинение. Павел Горисович считает себя, посчитаю счастливым, что могу защищаться. Я говорю, вы мне счастье. Счастья этого не даете. Ну, представьте меня перед сенсорами, там, доктора, богословия, и прямо по пунктам. Но только во свете Библии. Во свете Библии, ни в выдумках, ни в преданиях. Я предания все признаю, я православный. Те, которые не противоречат Библии. Я не соглашаюсь с самыми великими отцами церкви, если не сходится с Библией. Вы докажите, что я не прав. Вот у нас называется Богородица. Я так и молюсь, Пресвятая Госпожа Богородица, спаси нас, спаси молитвами. Я никуда не денусь. Но я говорю, Богородица не отражает смысла. Бога родить нельзя. А в истории, еретик, он называл ее Христородица. Понимаете как? Я говорю, он более прав. Или вот против икон, говорят, боролся император Лев и Саврянин. Он не против икон. Он говорил, повешайте выше, но пусть они будут как изображение. Зачем мы лбами-то еще? Главное, целуют, да еще лбом стукнут. Мы, говорит, целуем. А почему мы друг друга констанавливаем лбами не бьемся? Как это, тарзан там, дасик. Это я смотрю реально так, как надо смотреть. Ну, поднимите иконы выше-то. Что вы по стенам, как слепой по стенке идете-то? Я не отрицаю ни иконы, но это не идол. Начинает, икона Божией Матери, Казанская там, Влахербская. Выходит, вы иконе, празднуете-то, а не Богу, не Богородице. Тут толковать еще не надо. Ты, там, начинает на меня. Ну, я не такой, как вы. что мне, можещок отрезать надо? Вы хвалите баптистов, так есть за что хвалить. Которые страдали, которые я очень много считал от Георгия Винца. В 62-м году, когда отделились, я помогал материалы распространять. Мне это близко. Я по натуре вот этой жизни хочу все время. Как от смерти в жизнь переход. А в православии это не принято. Я являюсь для них загадкой. как так? Баптисты говорят, все знаете, и в ангельской, и в православии, в мертвой религии находиться. Я ничего не могу сказать. Я могу сказать. Игнатий Игнатьевич, ну так, наш дружеский разговор, я так думаю, что я вот читал по интернету так, вашу книгу «Для Слова Божия нет уз». Ваши автобиографические как бы строки. Вот знаете, вот такой сделал вывод. Я, конечно, все не прочитал еще, но мне кажется, что вы зря отказываетесь от родства с баптистами. Потому что вот по духу, по духу, все равно вы как бы рождены в той среде. Именно там Господь вас призвал. И вот какая-то печать вот общности все равно на вас осталась. Она, наверное, как кожа эфиоплянина или, допустим, барца невозможно изменить. Вот. Я такой вывод сделал. Я вот смотрю, что вот может быть там между срок или как там. Вот вы общались не в одночасье. Вы пришли в дом молитвы, вам дали Евангелие. И это как бы на этом как бы все заканчивается. Я так вижу, что у вас были общения, беседы были. Вам объясняли, наверное, как-то, я даже сделал такой вывод, как Аполлосу, Прискила и Акила, как бы наставили его более так вот. И я так думаю, что действительно Господь вас привел там, чтобы вы услышали истину, чтобы действительно было ваше обращение. Я вот сопереживаю вашей вот радости. Я вот смотрел ролик, где вы посетили в этом году то место вашего духовного рождения. Вот ваша благоговейность, ваши слезы, они просто вас как бы перевели вот в воспоминания тех особых переживаний, тех чувств вот того благоговения и благословения Божьего. Это истина так. Я-то видите, на меня какое их влияние было? Я с детства был избран Богом. Я проверяю по всем поступкам, как я маленький удалялся для молитвы. У меня особо... У нас 10 детей было в семье-то, вы считали, знаете. Но у меня это особое было. Вот это обостренное чувство несправедливости. Пятилетний ребенок у меня уже сформировалось это все. Отомстить коммунистам за поруганную родину. Что этого нельзя делать, я этого не знал. Я знал, что Бог есть и ради Бога это ради Бога. Думал делать-то. Быть террористом, просто уничтожать их. Что они сделали с родиной моей? Отец показывал вот это ямки, как жили люди, как их пришли, эти раскулащили. И поэтому я в армии был, у меня крестик всегда с собой были пришиты или где-то. У баптистов я только получил его. Они дали, а сами обедают. Они когда зашли, я уже готовый. Меня не уговаривать не надо. Я у них там уже через три месяца стоял на кафедре, проповедовал. Я проповедовал и в Харькове, и в Риге, у баптистов, я имею в виду, и у 50-ти. Они тогда были объединены. Еще праздник единства тогда был у них. Вот это было. Но я никогда не было, чтобы я не совершал крестное знамение. Я понимал, что вот оно уже, и так как не хотели, Бог дает им. А то у баптистов тоже не нашлось в то время, когда все это начиналось, как могли без рукоположения. Как лютер этого не видел. Это выходит вообще не считать Евангелие. Рукоположил 14-23 Деяния апостолов. Вот главное, что упущено было. А я внимательно вникал в каждое слово. Вот мы встаем сегодня, ну помолились, как всегда утреннее правило, псалтырное чтение, молитвы, последствия 100 поклонов. Мы одинаково, утренняя молитва такая обширная. Всех правителей, все-все-все, мы все поминаем, сектанты, какие знакомые, за всех мы молимся. Все и вы попадаете туда. И вот я говорю, какие сны у людей бывают? Вот у меня сны, они необыкновенные. Они у меня повторяются, повторяются. Человек обычно во сне видит, если он любит там женщин, ему женщина видна. Как Лев Толстой говорит, у меня один барин тут сказал, я видел холмы какие-то, и я туда пошел к этим холмам. А когда ближе-то подошел, понял, что-то не холмы, а лежит женщина, и ее зад видно-то, и там, говорит, черная дыра, и туда всасывает, туда. Я сказал, это вполне возможно, ты этим прожил, тебя туда и засасывает. Это Лев Толстой пишет. А у меня сны повторяются. я все время ночью знаком с одним ректором университета был, и пришло из Москвы, когда я в одном университете 17 лет вел занятия. Все университеты под моим присмотром были, везде я преподавал. И вдруг пришел с Москвы указ отовсюду всех изгнать. За меня хода ставит и губернатор, там бывший, и не помогло никак. Никак. Всех, кто там занимался, удалили. У меня желание вернуться. Я вел три радиопрограммы регулярно. Притом прямым эфиром. Часовая программа. Идут вопросы, ответы там. Разные баптисты, 50-ники, вопросы. Я мгновенно им отвечаю. И все это отняли. Я во сне вижу, как я опять ходатайствую, хожу, усну, я и ночью проповедую. Проснулся, у меня вот так рука поднятая, а я во сне говорю, как можно говорить, когда Писание вот говорит, я проснулся, и рука так и поднятая. Люди не принимают, я проповедую и плачу, стану, у меня подушка мокрая. То есть, я этим прожил на этом настрое. Меня какая сила гонит от океана до океана, несу весь интеллект, книги, все отдал туда. Почему? Я люблю моего Господа. Я не просто по книге. Библия для меня это не просто буковки, а голос с неба. Это мой Бог заговорил со мною. У меня необыкновенное было обращение, ну и все остальное. Я грешный человек, увлекающийся, я люблю моего Господа. И поэтому, что говорю, делаю, здесь нигде нет пояса. Я ради корысти перетяну человека. Нет. Наша община та, которая вообще никому не разрешает приходить к нам даже. Только уж крепко просится, один раз разрешим прийти. И при том строгие правила. Почему? Я люблю моего Господа. Я это все делаю по любви к нему. И я вас понимаю, вы меня правильно поняли, абсолютно правильно. Я свой среди чужих и чужой среди своих. Я это хотел вам и сказать, да. Игнатий Тихонович, вот в отношении вот тех бесед, вот как бы вот ваших высказываний по разным вопросам, я вот хотел спросить вас, вы знакомы со священником Борисом Кирьяновым? Нет, не знаю. Вы его труд читали, я сейчас дословно вам скажу, полное изложение истины о тысячелетнем царстве Господа на земле. Нет, может быть, содержание мне известно, потому что, если он православный, у нас это общее, расхождения не может быть. Но я его не знаю, ничего не считал. А он живой, нет? Вопросе холиазма он противоречит вам кардинально. И я вот так, я почему с этим вопросом как бы заинтересовался, стал исследовать. Я знаю, что в наших общинах общепринято как бы понятие о том, что тысячелетнее царство грядет, оно будет на земле. То есть то, чему вы противоречите. И когда я стал искать ответы на этот вопрос вот в святых отцах, на самом деле, было бы, была ли эта мысль, звучала ли она вот в прошлом в церкви? У Тертуляна. А? У Тертуляна. И когда я искал ответ на этот вопрос, я столкнулся вот с книгой священника Бориса Кирьянова, который толкует, можно сказать, что слово в слово на основании извинения святых отцов, что истина о тысячелетнем царстве не была отвергнута церковью. Был осужден подход после объяснения оригена по отношению к тысячелетнему царству, вот, как бы, в примере еврейского понимания грядущего царства Гухомессии. А фактически он толкует так же, как это принято во многих протестантских церквях. Просто я вам говорю это не то, что я хотел сегодня на эту тему говорить или спрашивать вас. Ну, думаю, если вы не знакомы с этой книгой, ну, думаю, тогда просто разговор это. Я хотел просто знать, что вы читали ее или нет. Он ссылается на святых отцов. Тут, Юрий, вот какое дело. Если мы забудем все, что толкует люди, потом к ним обратимся в конце, а только одна будет Библия, вопрос вообще отпадает. Тогда не надо никакого толкования. Этот вопрос слишком четко прорисован в Священном Писании. Господь говорит, и я воскрешу его в последний день. А правильник. Шестая глава Евангелия Тиана четыре раза в последний день. Я когда расспрашиваю, что в последний день, ну, разно можно толковать. Последний нет, например, воскрешу в последний день. И далее. Слово мое будет судить в последний день. 12.48 Евангелия. То есть в последний день праведники воскреснут. Отсюда надо исходить. Плевелы, пшеница, дожатвы, дожатвы. Вообще отпадает вопрос даже. Это не веря в Слово Божье, а доверя в Рязан. Я согласен. У нас как бы тоже вот в нашей среде я вам говорил, у нас разборы проходят. И мы как раз посвятили вот этому вопросу несколько наших общений. И у нас тоже появилось разномыслие. Я вот именно исследуя вот ну, как сказать, богословие православной церкви увидел вот это понимание о том, что четвертнее царство началось со страданиями Христа, его победа на Голгофском Христе, и что время благодати это время царства Христа. Как бы вот эту мысль я первый раз ее услышал и мы обсуждали как бы ну, есть сторонники и этого как бы взгляда как обычно бывает а кто-то остается в традиционном понимании. И я потом стал более глубже исследовать этот вопрос и как я уже говорил вам что вот пришел вот к такой информации вот к такому объяснению а как вы смотрите вот книгу Откровения там же вроде бы конкретно говорится что воскресли и царствовали тысячу лет со Христом как вот это вот место Писания просто надо давайте рассмотрим почему о первом воскресении первого воскресения нигде в Библии больше не говорится я вопросы ставлю которые потом мы отдельно уже с братьями обсудим со своими теперь о тысячелетиям царствии почему нигде в Библии больше не говорится а в книге Откровения хотя в день воскресный был в духе и понимать буквально книгу Откровения это совершенно ее не понимать почему церковь ее не принимала три столетия нету ее вот апостольские правила ну ориентировочно к концу первого второго века относятся они восемьдесят пятое последнее правило говорится о перечне книг которые приняла церковь канон ее там нету почему не знали от Бога ли она но когда ее приняли условие главное было чтобы нигде толкование не противоречило самой Библии но это и правильно разумно это а что толку я буду говорить тысячелетнее царство а нигде его не было царствие Божие внутрь вас про это говорено было царствие Божие не пища и питье а если тысячелетие на земле это пища и питье то есть нигде Христос о нем не говорил апостолы не говорили это означает что о нем говорили но по другим видам только один ответ нельзя не говорить о том что для христиан царство и вдруг о нем не говорили а где покайтесь если бы приблизилось царствие Божие Иоанн Златоуз говорит приблизилось в лице самого царя приблизилось это сам Христос и когда говорится что в царстве явление и царствие его это означает когда он явился допустим перечисляется блаженство 9 блаженств и кто нарушит заповеди сей малейшее малейшее нарешется я говорю скажите а что означает малейшее нарешется в царстве небесном он в царстве Божьем будет но пониже рост там вроде поменьше славы его будет да нет малейшее означает в аду будет да как так истинно так и я так понимал я так говорил а мне сомневались говорили там будут ранги выше ниже нет нет он почему потому что я говорю давайте блаженство 9 блаженны нищие духом это почему не малейшее малейшее означает юнейшее то есть более молодые по сравнению с заповедем десяти слоем декаполита Моисея хорошо блаженны нищие духом но я его нарушаю могу я быть царствовать Божьим нет блаженны ну и все блаженство переберем ни одного нельзя сказать что он не нужен а написано нарушающий не исполняющий ну а как же написано он как ну как из огня из огня означает то что перед престолом Божьим потечет река Божия откуда известно Даниила 12 глава огненная река и Ефрем Сирин говорит все правильные и неправильные пойдут через реку правильник его сияет как золото а нечестивый выйдет как головня он не уничтожится как адвентисты седьмого дня говорят он спасется от уничтожения для того чтобы быть осужденным и брошенным в огонь вечный вот какой смысл то заложен а иначе у нас в руках Библия рассыпается я знаю людей настолько нехорошие проповедуют когда начинаешь говорить он у него как будто бы бетонным зажат и он в танковой кабинке сидит и через щель смотрит ну посмотри повыше ради избранных дни тебя сократятся а если церковь то на какие избранные это откуда даже говорить не о чем и подтянул не вот когда одновременно всех и хорошие выбрали вначале хорошую плохую или а здесь говорит сначала связки свяжите плевелы бросьте в огонь и тогда пшеница воссияет я вот бездет Игнатий Фиконович ну если у вас будет Бог даст возможность вам вы все же познакомьтесь с этой книгой вот этого священника вы не знаю записали или нет полное изложение истины о тысячелетнем царстве Господа на земле автор священник Борис Никитович Кирьянов нет я даже искать не буду потому что тысячелетнее царство я беседовал 53 года с баптиистами адвентистами ни разу нигде не было я почему хочу просто как эксперта чтобы вы как бы свою оценку дали потому что он ссылается на святых отцов он приводит цитаты он приводит даже как бы он берет историческую основу как бы он берет за основание то что звучало допустим я понял допустим так как он говорит это называется в церкви частное мнение не больше того церковь это не приняла то есть если это мнение противоречит официальности значит это уже частное мнение церковь это не приняла это не утверждено и считается ересь и хилиазм это ересь ересь от первой до последней буквы ересь и при том это самая дохлая тема для сектантов ни разу не было повторяю это 53 года где бы в конце они сказали мы правы знаете братья нам надо подумать посмотреть действительно что то мы не туда идем все абсолютно одинаково где-то еще спорят а здесь не спорят даже хорошо и последнее я хотел бы еще ваше время занимая спросить подождите Юрий подождите я вам не ответил вот в начале говорить немножко о другом первое-второе воскресенье вот где смысл заложен когда в раю был человек и написано было в день в который ты впустишь смертью в день а уже день в утро-вечер уже все уже солнце всходило Адам съел Ева скусили непослушание но они не умерли а мы говорим умерли то есть первая смерть была духовная отступление от Бога в день в который вкусишь смерть и умрешь или вы это признаете или вообще материалист я скажу как стань спящий воскресенье из мертвых и освятить тебя Христос 2.5 послание к ефесянам сын мой был мертв и ожил вот это первая смерть и от нее первое воскресенье блаженный свят имеющий участие первое воскресенье блажен кто принял Христа уверовал в него живет в нем когда тело его плод сделалось храмом Духа Святого он живет в Духе Святом он переполнен этим как Серафим Саровский вот в этом весь весь свет а второе то есть он умер Адам через там 953 года или сколько там и второй раз воскреснет когда будет от него воскресать на суд Божий первое и второе первая духовная смерть духовное воскресенье а сектанты все они поняли так духовное первое это мы праведники воскреснут на кладбище этого нигде нету нигде в Библии нет этого мы проповедуем точно так же и говорим апостол Павел говорит и нас мертвых по преступлениям и грехам оживотворил то есть мы тоже проповедуем точно как вы но тогда вы соединитесь с первой смертью проповедуйте у вас разрыв первая смерть Адам умер в раю и вот от нее это и есть первое воскресенье переносите на 20 главу апокалипсиса вот блаженный свят имеющий участие в первом воскресенье а тысячелетнее царство это время евангельской проповеди тысяча лет это не тысяча лет у Бога один год день как тысяча лет так сказать ни одного места не противоречит здесь а у сектантов я беседовал ни разу не было чтобы они соединяли я говорю почему ну тут у нас не состыковывается ну надо может быть как-то никак до жатвы растут вместе вы никогда этот стих не объясните какие восхищения ради избранных дни сократятся в последний день воскрешу и Марфа когда спросила знаю воскреснет в последний день то есть она так и научена была Христом в последний день воскреснут праздники и за 365 тысяч дней раньше ошибка очень большая еще один вопрос я вот в прошлый раз вас спрашивал о епископах о предсветерах о дьяконах вот о служителях церкви вы объяснили и уже как бы в свете как бы толкования православной церкви что там еще есть подразделения иных как бы то есть вы объяснили всю иерархию да вот я начал как бы ссылаясь на то что вы подтвердили о том что последнее слово за священным писанием да и как бы если толкование не противоречит Библии то мы соглашаемся да и вот я исследовал сколько насколько это возможно мне как человеку вот молясь и прося Бога в помощь вот нашел где-то в Новом Завете пять мест писания где употребляется слово епископос то есть как бы это слово и я сделал такое как бы определение что Новый Завет не делает разграничения между пресвитером и епископом вот на основании тех мест которые я сказал пять мест вот помните когда я своими словами чтобы не занимать время не листать Библию а вы знаете вот когда апостол Павел перед тем как расстаться и идти в Иерусалим где ожидали его скорби и узы собрал пресвитеров ефесских и он им излагал как бы и потом он как бы делал им наставление заключительное и сказал такую фразу где Дух Святой поставил вас блюстителем церкви да как бы вот это слово епископос как бы там не было не было приглашены там отдельно пресвитера епископа декана он призвал пресвитеров но обратился и подчеркнул их неослужение как епископское служение да потом в послании к филиппийцам в начале приветствия апостола Павла где он говорит приветствует церковь и говорит с епископами и деканами опять нету пресвитеров потом место писания где апостол уже говорит послание к Тимофею он говорит что кто епископ своего желает то доброго дела желает но епископ должен быть таким таким перечисляет и послание к Титу где он говорит Титу что он дал ему поручение чтобы он поставил пресвитеров по городам и говорит пресвитер должен быть такой муж одной жены непорочный ибо епископ должен быть и снова говорит об этом то есть как бы он как бы это епископ и пресвитер как бы синонимы одного он говорит что поставь пресвитеров и потом говорит епископ как бы он соединил это как бы он не сделал различия между пресвитером и епископом как бы из этого из этого как бы вот и нету нету отдельного определения как избирать пресвитеров по каким критериям должен быть избираемый пресвитер А есть только епископ и диакон. И вот еще одно из мест – это послание апостола Павла Петра, где Петр говорит, что мы, говорит, пришли к пастырю и блестителю душ наших, где Христос уподобляется епископу. То есть там стоит греческое слово «епископос» – пастырь и блеститель душ. Ну, как бы я вот такой вывод сделал, что… Ну, то, что я сделал вывод, просто я, говорю, исследовал, я не утверждаю свое, как бы, мнение, но я просто не вижу различия между пресвитером и епископом. Отвечаю. В Первой апостольской церкви действительно различия в названиях не было. Но различие градации – это было сразу. Об этом очень хорошо написано у Игнатия Богоносца. Игнатия Богоносца – это, ну, младенец, когда Христос, вы узнаете, все. Поэтому в церкви действительно, вот, когда апостол собрал их, так это и было. Различия, градации не было. Но, когда, хотя и не было, допустим, одно слово «генерал». Вот мы видим, сидит военный совет, генерал армия. Иногда обращается генерал армия, иногда не обращается, просто генерал. А рядом генерал лейтенантов 20 сидит, 40 генералов-майоров. Это одно слово «генерал», так и епископ. И епископ, и пресвитер – это блюстители. И перевод здесь затруднялся. С переводом было непросто. Смотрели, в греческом оригинале вот так написано. А что было? Взято, может быть, я только так догадываюсь уже. 7 глава, 7 стих, послание к евреям. «Без всякого прикословия меньше благословляется большим». То есть меньше есть и больше. Кто? Ну, а тут Василий Великий говорит, если мы отвергнем предание церкви, у нас вообще ничего не будет. Как совершается литургия, как поклонялись. Вот сейчас, допустим, крестное знамение, оно с первого века было, как знамение победы христиан, христа над дьяволом и прочее. То есть поясняется, без предания нельзя. А нам обряд не нужен. Вот я говорю, Василий, ну хорошо, ты руки вот так вот сложил, молишься или так. Это тоже обряд. Колени склонили – это обряд. Ты думаешь, что написано, а мы, говорит, глаза закрываем. А написано, Иисус возвел лощи к небу. На всяком месте мужи поднимают руки без гнева и сомнений. А жены поднимают – поднимают. А почему где? Жития святых, говорит. И мы поднимаем руки, молясь, в конце молитвы видели, мы всегда поднимаем руки. Это необычное для православных. Одно священник в вечернем богослужении поднимает руки один раз, а на утреннем – три раза. И где возможность позволяет, мы тоже стоим и поднимаем. А священник-то стоит к нам спиной, он даже не видит, что пасту поднимает руки. Он даже и не знает это. Мы видим на всяком месте, а на всяком, значит, и в храме. То есть тут надо посмотреть, что церковь оставила. Они так – то неправильно, а я придумаю свое. Ее Киприан Карпагенский очень серьезно смотрит. Ты ставишь новый алтарь, составляешь новые молитвы – это совершенно отдельная церковь. И зачем мне это нужно придумывать-то? Вот вчера мне вышла на меня родная даже сестра. Они там в Афрузе, и там священников нету. Это из старобрядцев белокринитского согласия называется так. Их австрийскими называли. И когда священника нет, а причастить это надо больным, им уже берут из чаши, оно пропитано вином, и хранится где-то, и тогда уже больного причащают. Но разве это можно? Я объясняю. Да, так и было в Первоапостольской церкви. Это жития святых показывают во II веке. Они с собой имели. Когда стали рвать одежду севдокии, у ней выпало, как раз с собой было тело и кровь Христову. Было. Но чтобы женщина передавала другому, такого нигде нет. Это надо знать историю церкви. Поэтому вы что сказали, абсолютно правильно. Но церковь здесь, собственно, показала градус. И никак нельзя. Епископ, я знаю, у баптистов всегда был старший пресвитер. И вдруг сейчас епископ пошло. От кого оно пошло? Я все годы долбил, может быть, коснулось это кого-то? Нету старшего пресвитера. А теперь везде они говорят, хорошо или плохо. Хорошо, что евангельское слово возникло, но оно должно соответствовать действительности. Получить рукоположение. А иначе никем не рукоположен, и кем нам же епископом быть? Еще один вопрос. Игнатий Тихонович, извините, я перебиваю вас. Вот вы говорили, что епископ не теряет право передачи благодатности через таинство, через благословение, даже если он ведет недостойный образ жизни. А вот на чем основывается вот это заключение или вот ваше объяснение? Потому что слово священного писания, по крайней мере в Библии, даже в Ветхом Завете, мы говорим и читаем, что Бог иногда отвергал. И помните даже целая драма в истории израильского народа, когда Бог сказал Самуилу, что они, говорит, не тебя отвергли, а отвергли меня, когда стали требовать царя. Помните? Конечно. А по какой причине? По причине недостойного поведения сыновей... Илья. Да. Не Илья, не Илья, а Самуила. Помните, Самуил каждый год обходил города, все это, он действительно служил народу своему, а дети его, которые по праву должны наследовать это же служение отца своего, пренебрегли своим поведением и жизнью, и отвратили, как бы желание народа, чтобы дальше было так. То смотрите, почему вот в православной церкви, вот вы утверждаете и говорите о том, что недостоинство не лишает епископа быть благодатным, то есть передача благословения? Потому что дух святой остается. Возьмите, я разговариваю с вами, как с человеком, который знает священное писание. Мы знаем про царя и пророка Псалмопевса Давида. Он совершает два смертных греха. Блудик и убийца. По двум статьям он достоин смерти, согласно закону, по которому он живет. А почему на нем не сыграло это? Какое право иметь? Что, закон двойной стандарт имеет? Он должен был умереть. Он должен был умереть. Это закон Божий. А все заглохли. Но теперь то самое главное, я говорю для чего? И дух пишет 50-й Псалом, когда вошел к нему на фан, и говорит, и духа твоего святого не отними от меня. То есть он был на нем, уже после согрешения пишет. Вот и ответ. Бог не человек. У Бога другая шкала. Я знаю людей из Священного Писания, Жития Святых, которые были не кроткие. Господь говорит, придите, научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем. Более жестокого, чем Моисея, не было человека. Живьем в ад. Маленько-то все-таки стали возвращаться назад. Народ Господень ко мне, колено левее, пошли 3800, зарезали в шатрах сразу. А Господь называет его кратчайший. Язык не поворачивается назвать кратчайший. Он по сердцу моему давит. А где Давид? Это садист был. Это Гитлер не делал. Он отмерял веревкой вот этих в печь. Вот по этим молотильным орудиям этих со скалы сбросит. Зачем ему это надо было? Но Бог его не отверг. Тут, понимаете, наше рассуждение и божественное не совпадают. Вот я не согласен с этим, что надо было пленных вот так вот по разным частям мучить. Веревкой мерить там лежи. Положил, а теперь веревкой отмерил сколько будет. У Бога другая шкала. Вот мы, когда призываем на помощь святых, то никому так не обращаются, как к Николу Чудотворию Смирликийский. Написано, образ кротости и смирения. Ему такая, образ кротости и смирения. Но ни один святой тот и не делал. Когда беседовали на Первом Вселенском Соборе с Арием-то, Арий говорит, Христос не Бог. Это первое высшее творение. Он не мог доказать, видимо. Он подошел и как дал ему. По щеке говорит, по зубам брязнул-то. Все, которые были там отцы, его запретили сразу, Николу. Разве так можно, то другое. Но дальше уже идет таинственное. Является Божьей Матери, сказала. По-другому нельзя было. Верните, он был председателем Первого Вселенского Собора. И церковь включила вот этот удар не во что, а именно образ кротости и смирения. Да какой же это образ? Я вот вам не доказал теперь, как ударил бы. А вы мне не доказали, да меня бы ударили. Благо, что это с дистанцией у нас. Да, но понятно, что церковь пошла не нашей меркой измерять. И когда мы говорим об епископах, тут священниках, присвятерах, диаконах, градуировано произошло в Первом веке уже. Я читал Кама Гридеша, Сенкевича, Кама Гридеша. Ну, я только пришел, я книгу эту не знал, фильма тогда еще не было. И там доходит апостола Петра, арестованного ведут и выморанных. Я спрашиваю сестру Аню, Михаил, где я обратился, говорю, а почему выморанных? Да тут такое написано. Как? Ну, книга-то хорошая. Я дотошный был. Книга-то хорошая, а вот тут неправильно. Знаете, они меня этим особенно заинтересовали. Я все равно найду эту книгу и прочитаю, она буквально вырезана оттуда. Грязью там эта чернилая. А там написано, и Петр благословлял их крестным знамением. Ну, нельзя так. Мне не нравится, у тебя нет. Книгу вы приняли, пишет лауреат Нобелевской премии. Ну, соответственно, вы все признаете? Да, все так. А вот одна фраза не подходит. Почему она не баптистская? А было ли это? Было. Это было. Я так и смутился, когда я читал несколько, много лет назад эту книгу Кама Гридеши. Когда я вот это именно дошел вот до этого, я тоже как-то, ну, немножко как бы растерялся. Думаю, ну, вроде бы апостол, он же не принадлежит к такому этому, да. Ну, так написано, да. Ну, это, в общем-то, исторический роман. Ну, как бы не был исторический роман. Но церковь, это не исторический какой-то роман. И первое, первое житие от святых, а я их начитывал, 12 томов. И везде, говорится, совершали крестное знамение. Оно, может, не было так. Ну, вот смотрите. Так, вот сюда подвиньте маленько, к голове. Так, повыше поднимите. Жизнь и труды святых отцов, учителей церкви. А кто издал тебе? Фарар. Доктор Фарар? Да. Это датский епископ был. Ну, это капеллан королевы Англии. Да, я знаю. Так вот, смотрите. Я именно к этому говорю. Вообще, эту книгу переводил Лопухин. Лопухин переводил. Известный профессор, да. Издатель одной из Библии, Лопухина. И он там тоже вставляет, вот, в объяснениях. И часто у него там слово православный. Православный. Как бы, когда он какие-то определенные моменты, как бы, высвечивает. И он вставил. Я тоже сразу заметил. Это уже перевод. Это дополнение переводчика. Как бы он подчеркивал, подчеркивал в некоторых моментах. Хорошо. Я поясню. Вот, когда нападают и говорят. Вот вы православные. А это слово появилось в 15 веке. Вообще. Иконы там появились в 19. Ну, такую бредню несут. Это и кого? Рогозина берут. Да говорил ли он Рогозин? Да такой умный человек. Это Павел Осипович Рогозин. Протестант. Я тогда сажусь заново и выписываю. Апостольские правила. Апостольские. Это первый, конец второго века переходит. Точно неопределенно. И по порядку все соборы. Ну, а все соборы заканчиваются 787-м. Это 7-й Вселенский собор против иконоборчества. И я выписываю, сколько раз слово православие встречается. Это уже не Лопохин. Это монтировано. Это собор. На одном соборе 636 епископов. Это вообразить надо. Вселенский собор. И слово православие встречается трижды. А бывает собор ни разу. Это не означает, что его не было. А в этих было, допустим, Ладийкийский собор чаще встречается. Почему? А потому что ересь затронула вопрос. И они поэтому ударили несколько раз по этому. Надо понимать, чем это вызвано было. Закон туда усиливается. Или как на дорогах нарушают люди. Значит, закон туда вставляется. Вот интересный закон. Я сейчас отвлекусь немножко. В Англии был. Один проводил. У него стадо коров. А тогда городишко было поменьше. И он держал их. Ему надо на пастбище через мост. Ну и задерживает движение-то. Ну а он добился разрешения. Особый указ. Это 1830 год. Ну и все так и идет. Ну, в городе развивается много машин. А он гоняет коров по-прежнему. И как народ там поднялись и против. А он указ этот достал. Говорят, действительно так. Придется, говорят, потерпеть. А коровы идут, отправляются. А он доказывает. От машины тоже остается сколько бензопренов. Так я могу корову подойти и поцарапать. А машину под радиатором не могу поцарапать. У вас идут газы. А молоко вы у меня покупаете. И все жители засмеялись и сказали, пускай гоняет. То есть надо знать закон и умно его преподать. Я просто вывод делаю отсюда. Слово православие относится к первому веку. Крестное знамя и к первому веку. Иконы... Не вопрос. Я прошу прощения. Само слово православие. Не православие само у меня слово. Откуда оно возникло. Я знаю, когда оно возникло. И я солидарен. Я тоже хотел бы положить руку на сердце. И сказать о том, что дай Бог, чтобы я был пред лицом его. Правильно славящий его. Да. И в жизни и в хождении. Ну коротко. Я сейчас проверю, православный или нет. Нет, нет. Я говорю по сути... Ну... Я сейчас говорю, Юрий. Просто. Вы повторите мои слова или нет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Согласны? Да. Все. Это православие. Православие в кратком виде. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. То есть три личности. Это единый Бог, Святая Троица. Вы уже по учению православные. Больше ничего в этом нету. Не надо ни иконы вам, ничего нету. Вы исповедуете Святую, нераздельную, единосущную Троицу. Это православие дало вам. Слово Троица нету, а вы приняли. Я еще раз хочу сказать. Единственный раз я встретил, где от падения своего сектанты поднимаются. Это 11 седьмого дня. У них не было учения Троицы, а сейчас приняли. Это единственный момент в истории сектантства. Первый, единственный. Обычно до чего достигли, следующие от них выходят. Все заблуждения, которые были, сохраняют адвентисты, адбопистов. И своих добавили. От одних выходят и эговисты. Уже новое добавляют. А на то все сохраняют. А надо однажды вздрогнуть и здраво посмотреть, не бояться. Кстати, Тихонович, а вы такое выражение слышали? Баптизм – это конец реформации. Да, может быть, я и слышал такое, но это не конец. Это начало. Я вам скажу, чем оно вызвано и почему. Что реформироваться и как бы изменяться, потому что баптизм пришел к первоисточнику, к Евангелию. То есть, как бы, Евангелие стало главным в исповедании. То есть, то, что принесло нам Евангелие. И когда я первый раз услышал это выражение, что баптизм – это конец реформации. То есть, дальше реформироваться уже вроде некуда. То оно сверху меня удивило, а потом я стал размышлять и думать, ну, на самом деле. То 20 лет назад я поверил этому выражению. Но сегодня, сегодня у меня уже возникает сомнение, потому что я вижу, что где-то и баптизм деградирует в каких-то моментах. Так вот, смотрите. Мы встречаемся с пастором Лютеран. Ну, вы скажите, вы осознаете, что Лютер реформу сделал неправильно? Почему неправильно? Ну, а почему Карл Маркс сказал, говорит, что вместе, говорит, с водой он выплеснул младенца? Лютер что сделал? Мирян сделал священниками, священников мирянами. Это Карл Маркс говорит. Ну, теперь смотрите. У вас женщины есть, которые исполняют роль ваших священнослужителей? Да, есть. Но где вы Библию видели? 12 апостолов, 70 апостолов, их имена известны в церкви. У нас все это известно. Потому что это история. Но откуда вы взяли то, что гомосексуалисты могут быть пастырями, когда это огнем выжигал Господь, оставили пример будущим ищестивцам, превращив пепел в города. Это все оттуда идет. Оттуда. Женщин у них в виде епископа, ну, под званием епископов. Хотя у Лютера, у него сохранялось еще и два таинства. Прямо так называется, таинство крещения и пресчищения. У аптистов этого слова вообще нет. Потому что, где бы я у аптистов ни был, я говорю, а вы верите, что это тело превращается? Да нет, это оно воспоминание, написано вечерю. Ну, написано, виной он против, недостойно против тела и крови. Поэтому вы не говорите, что у вас еще нет, кроме воспоминания. А воспоминания я могу и за обедом воспоминать. Таинства нету. У этих танков нету. Почему нет рукоположения, и они через них не могут. Тут вопрос непереходимый. Да-ка понимают? Да, понимают. Вот я беседую. Ну, большая-большая община. И вот, скажите, против теперь, допустим, я возвращусь к хелиазму. Я уже доказал, прошел, называю 72 места. Против? Пресвитер говорит, нет, мы им против не можем быть. Тут же старший пресвитер. Ну, как, надрали нам, говорит, задницу сегодня. Интересно так. И старший пресвитер делается потом православным священником. Ну, конкретно сейчас, скажите, отходит опять то же самое. И вот я заметил, вот мы беседуем, допустим, где-то, ну, на дому у баптистов. Все приняли. Приняли, приняли. Теперь я просто умоляю, пишите, что я говорю, места писания. А потом проверите. Завтра мы снова встретимся, у вас этих записей не будет. Как не будет? Да мы двое тут живем, остальные братья уйдут. Не будет, я уже знаю. Завтра приходим, я говорю, ну, давайте продолжим записи. Они ищут записи, нигде нету. Никто не приходил. Записи же сатана сжигает. Юрий, я вас не обманываю, абсолютно точно говорю. Куда они делят записи? Я вчера предупредил вас. Ну, вот тетрадь лежит, мы все записали, мать и дочь грамотные пишут. Положите. Никому не разрешайте приказаться. Утром прихожу, нету. Ну, давайте беседовать дальше. Нету записи. Они ищут, ищут. Не ищите, не найтись. Сатана сжег. Да не может это быть. Ну, тогда найдите. Вы видели, я у дверей стоял. Тетради лежали на столе в другой комнате. Я их не взял. Ну, посмотрите, тетради лежат, лежат. Пришел, завтра нету. Мистика самая настоящая. Вопрос о тысячелетнем царстве. Я говорю, не единожды было. А когда проходит время, а проходит время, я спрашиваю. Ты вчера соглашался? Он не пресвитер диаконам у баптистов. Ну, по их мнению, диаконам. Скажи, а почему ты братьям не говоришь об этом? Да костя равно не примут. Вот это не надо делать. Ты берешься за то, что не знаю. Кто знает, что в человеке, кроме духа человечества. Ты боишься, что тебя не допустят до капиталя. Вот чего ты боишься. Ну, ты скажи. Я понял так. Пусть тебя запретят. Ты понял, что тысячелетия царства не будет. Оно идет от голгопа. Ты понял, что церковь будет до конца. Ради избранных дней сократятся. Никто восхищен не будет раньше времени. На суде Божьем, когда явятся, и тогда поднимаются, другие остаются. Христос приходит с неба, и вот здесь кончина века. Перед этим три с половиной года. Это время великой скорби. А до этого еще три с половиной года, когда он предварительный будет. Он на семь лет антихриста будет власти. Понял, понял. На капель так и не сказал. Притом, это не один в разных городах. Он обратился к этому толкованию. Он принял. Да, я понял, у нас с заблуждением. Ну, другим-то скажи, ни один не говорит. Но это неправильно. Я если понял, я 53 года несу. Мы поступаем неправильно, что Библию люди не знают. Должны знать. Должны проповедовать. Должны строго исполнять. Должны платить десятину. Для меня десятину не платят, если им разговаривать не буду. Это вор. Вы меня обкрадываете. Это ревности нет. Игнатий Тихонович, ну вот, при множестве разногласий различных в разной среде, и в православии тоже есть разномыслия и разночтения, я хотел бы просто вас спросить, может быть, вкратце, а вот какие чреватые последствия, допустим, если я понимаю так, другой понимает вот так, вот, о тысячелетнем царстве, в чем опасность, вот, допустим, этого заблуждения, что если я утверждаю и говорю о том, что тысячелетнее царство будет на земле тысячу лет, в чем опасность? Апостол Павел говорит, и они говорят, что эти люди делают-то. Они уничтожают в людях веру, говорят, говорят, что воскресенье уже было, и отвращают тогда, уже было, вы рано или поздно попадете по эту графу. Мы не можем этого сказать, почему воскресенье будет в судный день и говорить некому. Говорят, что воскресенье уже было, зарядите и посмотрите. Помните это? Помню, в Коринфе надо писать. Вы все время рискуете. И поэтому, как адвентисты седьмого дня, это было и у православных, что Христос придет такого-то. Ну, это у Иоанн Миллер, Галилен Уайт, там, вот, он придет. И, наконец, он не пришел. Вы рано или поздно, не вы, ваши дети и внуки, будете говорить, что тысячелетнее царство, все. То есть, мы не попадаем в великую скорбь. Вы обязаны прийти, потому что это в ваше мучение заложено. И поэтому, образно сказать, зима будет, мягкий климат, уголь не надо заготавливать, окна не заклеивайте. Вы рано или поздно всех людей столкнете в эту яму. А мы говорим, будет испытание, готовьтесь, крепитесь, учитесь, спаститесь, не бойтесь трудностей, за все прославляйте Бога, идите, обречайте правителей, говорите, пишите, ну, не демонстрации, но боритесь против гомосексуализма, против наркомании, все, но так, чтобы это вплести в Евангелие. Не потому, что, ну, кто не курит и не пьет, тот здоровенький умрет-то. Что толку это от этого? Душу спасти. Пьяницы царствия Божия не наследуют. Неужели от него храм Божий сделаю, соединись с блудницей? Надо по любви к Господу это все говорить. И поэтому, говоря об этом, мы говорим, будет великое испытание, и церковь войдет ради избранных, дни сократятся, всего только три с половиной года. Времени, времен, полвремени. Времени год, времен два, три и полвремени. Что интересно, вот, я, к слову сказать, Бог просто требует десятину. И Анна Тауст говорит, и Бог берет эту десятину из поста. В году 365 дней, вы это знаете. Вот, возьмите, черкните, я сейчас какую-то покажу арифметику. Интересно, это я у Анна Тауста видел. 365, у нас Великий пост семь недель. Ну, семь и семь, кажется, 49, нет. Суббота и воскресенье постом уже не считается, разрешается растительное масло. Остается пять дней. Пять и семь, 35, 35, заметьте, 35. Постная суббота только одна. Я повторяю, семь и пять, 35, а одна суббота. Это сколько получается? 36. А теперь с вечера и до утра тоже пост полдня. 365 дней и половина, 36,5. 36,5 получается. А год-то 365 дней. Ровно до запятушки точно. Господь требует. А когда назначали, никто не знал. Златоуст это увидел. Увидел. 36,5 дней. Три, ну, повторяю снова. Семь недель поста, по пять дней. 35. Одна суббота постная и пол с вечера до утра. Больше нету нигде. А остальные посты потом в церковь водила. Вот, допустим, мне говорят, ну, вот баптисты примут, как вы говорите. Ну, можно так это порассуждать-то. А посты не будут соблюдать. Они не евангельского строения, я отвечаю. Но они нам нужны. Все, не все. Я за строгое исполнение великий пост и среда и пятница. А остальные их приняли 3-4-7 века. Я православный, мне они в радость. У нас сейчас пост идет. А мы даже не заметили, что пост. У нас все время пост. Такое. А баптисты, вот, они будут так-то. С бородой я не соглашусь. Это образ Божий, его козить не надо. Вот. И все. Ну, хелезма сам по себе отпадает. А остальное, что не будет у них там мощи, их всех похоронить. И никогда не принимайте этого. Вы их чтите воспоминаниям, подражая вере их, взирая на кончину жизни. Баптисты самые правильные, в моем понимании, самые близкие к православию. Поэтому. Но то, что как люди не приняли рукоположение, это самая трагедия. Они все вот так отпустили. Я их люблю. Просто я не могу иначе про них говорить. Хорошо, я благодарю вас, Игнатий Тихонович. Тогда я вам, как мы договаривались, я вам сейчас адрес напишу. Я пойду сейчас возьму его. Адрес. Вот. И если вы можете, то вышлите, потому что время мало. А я вам вышлю по Western Union, на ваше имя. А потом я вам номер тоже помыслирую. Я знаю эту систему, знаю. Значит, сегодня... Володя, отправишь? Да. Володя сейчас пойдет, вот снимает он. И он отправит. Сегодня уже она будет на почве. Но деньги ей пока еще не придут. Вы доверяете? Я обычно делаю так. Сначала высылают. Порядок такой. А вам я посылаю, потому что узнают, сколько есть. Я к этому добавлю. Сколько. Отправлять. Вы мне адрес только дайте точный. Я сейчас через минуты, наверное, минут через пять, через шесть я постараюсь вам написать адрес. И тогда уже по скайпу я вам пошлю адрес. То есть у вас, если есть в Москве, в Москву лучше было бы. Без поворотов. Быстрее нашло бы. Ну, дело в том, что она транзитом летит. То есть как бы она в Москву буквально сразу на Шереметьево прилетает и оттуда улетает дальше. То есть это как бы мне будет быстрее, я дождусь. Хорошо. Как знаете, так сделайте. Хорошо. Я благодарю вас. Книги назвали, которые, я повторю. Симфония на неканонической книге. Новый завет трехтомник. Для слова Божия нет узкости, но православие. Да. Все. Я вам цены скину. Я вам благодарю вам. Хорошо. Когда я пошел за адресом, и я вам по месседжу, в общем, это, напишу вам адрес. Я вас хотел спросить, только так, говорит, тайно на ушко. Ваши братья-то знают, что мы так дружно разговариваем. Они ничего претензий не имеют к вам? Ну, они некоторые смотрели ролики, которые вы выставили. Да. Ну, конечно, неоднозначное мнение. Кто-то одобряет, кто-то, в общем, имеет свое мнение. Но я хочу быть свободным во Христе. То, как мое сердце расположено. Я рад. Слава вас. Скажите братьям, скажи, мы еще... Ну, в отношении вот того, что мы наметили, наметили, очень трудно именно, как бы, собрать и подготовить. Поэтому, если это возьмет какой-то час, то это не причина того, что мы, как бы, это не подтверждают, что мы отказываемся. Просто я об этом, как бы, размышляю и мысленно готовлюсь. И как только я смогу это организовать, нашу встречу, чтобы говорить о преемственности. Им с Божьей помощью, если Бог даст благополучие и возможность. Так, я посылаю книги. Мне кажется, вы еще не до конца понимаете, что это за книги. Когда вы будете смотреть толкование на откровение, третий том Нового Завета, даже ваши братья, самые-самые, которые настроены на своем, попросите, давайте прочитаем один раз. Это не так и много. Там 430 страниц общего толкования в этом третьем томе. Там абсолютно каждое слово растолковывается. В сравнении с Библией. В сравнении, что говорят святые отцы. И вы увидите, кто говорил, это счастное мнение. А то, что здесь приводится, то, что церковь приняла. Хорошо, хорошо. Спасибо вам. Всего доброго. С Богом. До свидания. Хорошего встречи. Вышел, что встреча 4-я. Я обрабатываю. Я обрабатываю. Пошли. Уже люди нужны. Уже люди нужны.